Когда человек погружается в виртуальный мир, он ищет в нем спасение. Вместо этого он получает новый стресс. В виртуальном мире человек мечтает почувствовать себя немножко богом. Взамен он попадает в цифровой ад. Страхи и ужасы предстают перед глазами в полную силу и более не оставляют в покое. Виртуальный мир не просто щекочет нервы, он бьет по ним чугунным молотом. И с каждым ударом все сильнее и сильнее. Только самые сильные смогут сохранить его и не свихнуться. Мы представляем вам самые опасные измерения виртуальной вселенной. Мы расскажем о том, какие ловушки подстерегают человека в прогулке по цифровым просторам. Каким ужасающим демонам потребовалась наша душа. В эфире программа «Страшно интересная десятка самых смертоносных пушек виртуального мира». Держитесь крепче. В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. Сегодня вы побываете на своеобразном виртуальном военном параде. Мы представим вам арсенал самого разрушительного оружия по ту сторону экрана. Вы увидите 10 самых смертоносных пушек цифровой вселенной. Созданы ли они, чтобы сеять хаос или для восстановления порядка? Назначение у них одно – убивать. Я парень с тяжелым оружием. А это моя пушка. Она весит 150 килограммов и стреляет 200-долларовыми патронами. Скорострельность этой крошки – 10 тысяч выстрелов в минуту. Получается, что полный магазин стоит 400 тысяч долларов. А чтобы его расстрелять, нужно всего 12 секунд. Здоровяк искренне любил свой дорогущий шестиствольный пулемет. Это была словно его девушка. Он ласково называл ее Саша. И не дай бог было кому-то прикоснуться к ней. Хэви-мен готов был разорвать наглеца на мелкие лоскутки. Это был не просто ствол. Пулемет стал частью прокачанного Костолома. Когда тот брал Сашу в руки, они превращались в единое целое. Когда громила жал на курок, ствол, казалось, выплевывал не пули, а кипящую ярость хозяина, безжалостно уничтожающую все живое вокруг. Ушко словно пело в руках хэви-мена. И песня эта была не легкомысленным мотивом, а самой настоящей арей смерти. Шестиствольный пулемет из Team Fortress 2 своей скорострельностью и безумной дороговизной пробил себе место в десятке самых мощных пушек виртуального мира, открывая списки. Дурок был обучен обращению со всеми видами оружия. От ножа с луком до дробовика с гранатометом. Однако сам он предпочитал импульсную винтовку. Она была самым действенным инструментом борьбы с динозаврами и людьми генерала Роланда Кейм. Импульсы, испускаемые этой пушкой, с легкостью пробивали толстую шкуру хищников и бронежилеты солдат, оставляя на их телах многочисленные выжженные раны. В умелых руках Турока винтовка поджаривала неприятеля словно гриль. Правда, при непрерывной стрельбе оружие перегревалось на несколько секунд, делая своего обладателя практически беззащитным. В таких случаях на помощь приходила функция гранатомета. Пушка выстреливала зарядом энергии, который через несколько секунд создавал взрыв, разрушающий все в радиусе нескольких метров. Импульсная винтовка из Турока стала настоящим кошмаром как для группировки волчья стая, так и для многочисленных динозавров, за что и заслужила девятое место среди смертоносных пушек в виртуальной вселенной. Столкновение с воинственными инопланетянами в тропических джунглях Земли требовало решительных действий. Для того, чтобы оказать эффективное сопротивление агрессорам, требовалось мощное оружие. И у американского спецподразделения «Дельта» оно было. Помимо гипертехнологичных нано-костюмов и штатных автоматических винтовок, бойцы были оснащены винтовкой Гаусса «Джики-8», которую они очень ценили. Это футуристическое электромагнитное ружье было способно дать отпор любому врагу. Пули с обедненным ураном в сердечнике вылетали со скоростью в 8 раз превышающей скорость звука. Удар такой силы не могла выдержать ни одна цель. А благодаря прицелу «Джики-8» становилась смертельной снайперской винтовкой. «Джики-8» можно было также модифицировать с помощью лазерного прицела и фонаря. Все это делало винтовку Гаусса из «Крайзис» лучшим ружьем дальнего боя и поместило ее на восьмое место сегодняшнего списка. Прервемся на пару минут, чтобы дать вам время перевести дух. Дальше будет только страшнее. Не переключайтесь. Эти пушки жаждут, чтобы из них стреляли. Эти устройства — гарантия победы их обладателей и верная гибель тех, на кого они направлены. Мы продолжаем обратный отчет хит-парада самого смертоносного оружия цифрового мира. Пристегнитесь, бабахать будет неслабо. Те, кто был на стороне Орды Саранчи, боялись Маркуса Феникса, как огня. И еще бы! Этот бравый спецназовец не раз доказывал, что один обученный боец с правильным оружием может уложить разом не один десяток солдат и не человеческих монстров. А оружие, именуемое штурмовая винтовка «Ланцер», было действительно великолепно. Обладающее завидной убойной силой и приличной скорострельностью, оно крошило неприятелей, как овощи. Смертоносные пули играючи пробивали насквозь вплоть пехотинца. Но визитной карточкой винтовки была не ее огнестрельная мощь, а фирменный штык в виде ленточной пилы. Те бедняги, кто решался пойти в рукопашную на Маркуса, в прямом смысле, на своей шкуре, испытывали хищнические наклонности этого механического зверя. Зубья пилы, словно клыки чудовища, вонзались вплоть и вырывали куски мяса. Он перепиливал жертвы руки, ноги и, как последний аккорд смертельной сюиты, голову. Необычный штык-пила помогли легендарной штурмовой винтовке «Лансер» закрепиться на седьмой строчке оружейного топ-листа. Долгие годы Томми Даводи отрицал свою принадлежность к индийскому племени Чироки. Он работал обычным автомехаником в резервации штата Оклахома и был влюблен в девушку по имени Джен. Но однажды пришло время Томми воздать должное своим корням. Оказавшись в плену на инопланетном корабле именуемом «Сферой», парень принялся жестоко мстить за дерзкое нападение на его планету. Томми карал захватчиков их же оружие. Самым эффективным из них был плазмомет. Этот универсальный ствол сочетал в себе одновременно четыре оружия. Зарядившись от красного источника, он стрелял быстрыми плазменными шарами красного цвета. Светло-голубой источник делал эту винтовку устройством заморозки, превращавшим монстров в глыбы льда. Когда оружие трансформировалось в метатель молний, оно выпускало разящие белые искры с одного-двух попаданий, убивавшие врану. А оранжевые блоки подзарядки превращали плазмомет в мощнейший излучатель энергии за доли секунды испепелявший кого угодно. Источников боеприпасов на чужеродном судне было предостаточно, поэтому огонь не затихал ни на секунду. Не знающий отдыха, многофункциональный плазмомет и спрей получает шестое место в сегодняшнем рейсе. Простой инженер Гордон Фриман волею судеб оказавшийся защитником планеты от внеземного вторжения в самом начале своих приключений был вооружен лишь стальной монтировкой. Но однажды ему было доверено очень необычное оружие. Так называемый манипулятор энергетического поля нулевого уровня. Проще говоря, гравитационная пушка. Это была новейшая техническая разработка. Изначально гравипушка была создана для перемещения тяжелых неорганических предметов. Оранжевым лучом она притягивала грузы и отталкивала их с невероятной мощью. Этим и воспользовался Фриман, когда прокладывал себе путь в боях против захватчиков. Можно было притянуть к себе огромный ящик или бочку и смело запустить во врага. Предмет разлетался в щепки или взрывался, а недруг падал замертво. Диск циркулярной пилы с запущенной гравипушкой резал напополам все на своем пути. Этим оружием можно было даже отправлять обратно летящие неприятельские гранаты. Гравипушка совершенно не требовала боеприпасов. Кроме того, она обладала способностью манипулировать органической материи. И тогда разбрасывание тел врагов превращалось в настоящую смертельную забаву. Итак, это вы, доктор Фриман. Инновационная и всегда безотказная гравипушка из Half-Life 2 обосновывается на пятой ступени нашего хит-парада. Человек всегда испытывал страсть к оружию. А находясь далеко от своей родной планеты, люди вообще не выпускали оружие из рук. Защищать свою расу от злобных пришельцев или уничтожать себе подобных. Для Homo Sapiens это уже было вторым вопросом. Превыше всего стояло удовольствие от войны. Воины просто обожали рвать друг друга на части любимым оружием ракетницами. Эти трехствольные гранатометы служили верой и правдой всем участникам кровавых мясорубок в глубинах космоса. Небольшие ракеты, вылетавшие попеременно извращающихся красных стволов, имели очень высокий радиус поражения. Подчас и сам стрелок мог попасть в зону действия огня своей ракетницы. И грозило это самыми серьезными последствиями. Но все же гораздо хуже приходилось тем, на кого были направлены эти три ствола. Единственного точного попадания хватало, чтобы превратить цель в несколько кусков обгорелой плоти. Популярная и любимая многими из-за своей эффективности. ракетница из Unreal Tournament 3 сегодня заслуженно расположилась на четвертом месте нашего хит-парада. Строгов понадобился весь арсенал земных стволов. От самых простых бластеров до мощных рейлганов. Венцом творения оружейников земли стал генератор темной материи. Эта пушка как ничто другое подходила для сражений с крупными инопланетными тварями. В заряженном магазине вращался комок антиматерии, который при спуске вылетал из ствола лиловым шаром с молнией и неторопливо направлялся к цели. По пути он, как черная дыра, засасывал в себя противников, моментально уничтожая их. А через несколько секунд он взрывался, образуя темную смертоносную сферу. Единственным недостатком этого генератора служила лишь низкая скорость перезарядки. В остальном же генератор темной материи из Quake-4 являлся мощнейшим средством защиты и нападения, что и обеспечило ему третье место среди самых смертоносных пушек виртуального мира. БФГ-9000 являлась самым мощным портативным оружием за всю историю человеческой расы. Это была полностью автономная переносная огневая платформа. Каждый заряд содержал миниатюрный, но очень мощный компьютер, который выполнял наведение и благодаря встроенной системе распознавания свой-чужой направлял по каждому противнику круговой луч, наносивший предварительный урон перед детонацией. Сама же детонация заряда производила поистине опустошительный эффект. В радиусе 15 метров не выживал никто. из-за своей мощи в бою на короткой дистанции BFG 9000 был смертельно опасен для его владельца. Слишком велик был риск пострадать от собственного залпа. Но на открытой местности или при необходимости поразить сразу несколько целей лучшего оружия было не найти. сегодня настоящая переносная катастрофа BFG 9000 из Дум-3 получает почетное второе место в списке самых смертоносных пушек виртуального мира. Какому же стволу удалось взять на мушку первое место? Какая пушка угодила в самое яблочко? Об этом вы узнаете после того, как мы напомним вам те орудия, которые тоже метили в победители, но не оказались достаточно разрушительны. Открывает нашу десятку шестиствольный пулемет из Team Fortress 2. На девятой полке лежит импульсная винтовка, гроза людей и динозавров, оружие солдата со странной фамилией Турок. Восьмое место. На вылет пробито пулей, вылетевшей из дула винтовки Гаусса из Crysis. Седьмая позиция. В клочья раскромсана легендарным штыком-пилой штурмовой винтовки Ланса из Gears of War. На шестой строчке располагается инопланетный многофункциональный плазмомет, умело используемый индейцем Томми из Прей. На пятую ступеньку забралось инновационное орудие, изначально созданное для мирных целей. Грави-пушка из Half-Life 2. Четвертое место с боем взяла ракетница из Unreal Tournament 3, самое популярное оружие среди землян-колонизаторов. Бронзовой медалью за смертоносность награждается генератор темной материи из Quake 4. Серебро нашего обратного отсчета достается оружию массового уничтожения монстров BFG 9000 из Doom 3. А теперь приготовьтесь к встрече с пушкой, наносящей самые сокрушительные удары в виртуальном мире. Ядерный чемоданчик считается символом могущества государства. Точно так же в Саквояже Неро была заключена поистине дьявольская мощь. Этот казалось бы обычный бытовой предмет превращался в оружие обладающее гигантской убойной силой. Пулемет был отличным средством борьбы с полчищами демонов. Точечные взрывы своеобразного ручного гранатомета способны были разрушить целое здание. Что уж говорить о монстрах превращаемых орудиям в кровавый фарш. Не было шансов уберечься и от бумеранга, который словно тростинки срубал толпы адских созданий. Козырным тузом была ракетная турель. Ракеты словно вестники смерти вырвались из множества стволов. Те несчастные, кто не успевал укрыться от этого адского роя, в мгновение ока превращались в достояние истории. И трудно было поверить, что весь этот смертоносный арсенал размещался в небольшом чемоданчике. Чемоданчике из Devil May Cry 4 заслужено получившим пальму первенства среди самых смертоносных пушек игрового мира. только что своими глазами вы увидели 10 самых мощных орудий из цифрового измерения. Это мускулы, которыми виртуальный мир способен задавить каждого, кто хоть на секунду позволит себе расслабиться. Как видно, вселенная по ту сторону экрана прекрасно вооружена, и этой гонке вооружений не видно конца. В следующих выпусках нашей программы мы продолжим знакомить вас со страшным оскалом компьютерного мира. Лишь бы вам было страшно и интересно. Продолжение следует...